Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого по дом. И сегодня речь пойдет о книге Мирослава Шашика. Я уже когда-то рассказывал о его великолепной работе «Это Париж». 18 книг вышло у него в серии о знаменитых городах мира. И когда-то это было потрясающее, звонкое, свежее открытие. Потому что все, что мы сейчас видим в детской литературе, кто-то впервые придумал и воплотил в таких прекрасных рисунках и в таких совершенно новаторских для своего времени книгах. Ну, сейчас-то мы уже этот способ адаптации материала, этот способ обращения к детям с мировой культурой, с мировой архитектурой, мы уже оценили в полной мере, мы уже с этим знакомы. Но когда-то это было просто фантастически свежо. И вы знаете, в чем дело? Вот книга, изданная впервые в 1958 году, не устарела ни одним разворотом. Это смотрится так, будто это по дизайну создано буквально вчера. Потрясающе. Мирослав Шашик, классик современной детской литературы, его книги вышли, не знаю, в скольких странах, во многих очень. Родился в 1916 году в Праге. Умер он в Швейцарии в 1980. И вот эти его 18 книжек о городах, это совершенно особенный путеводитель для детей по самым интересным, самым знаменитым столицам мира. Что он показывает и что он рассказывает? Он не ведет ребенка традиционными туристическими маршрутами, которые не столь интересны юному читателю. Он показывает как бы связанный, обобщенный портрет того, что это такое. Вот Рим, что это за город? Что в нем особенного? Показано это через какие-то детали. Например, через раму, через надпись «спор», которую вы встретите везде. С-э-п-э-к-у-э-р. Это как бы уже логотип города. Значит, Сенат и народ Рима постановили и так далее. Вот эта латинская аббревиатура, она, в общем, как бы ребенком может и не запомниться. Надо ли ему рассказывать такие вещи. Но это такая мелкая зацепка, деталь, которая потом будет воспроизводиться в других, гораздо более серьезных книгах. Он показывает Рим парадный, Рим анфилат, Рим площадей, и Рим маленьких улочек, Рим простых римлян, горожан, которые живут, с простынями развешанными на веревках. Он показывает повадки, привычки, манеры жителей той или иной столицы. Это очень важно, потому что ребенку это интересно. Конечно, рассказывая о достопримечательностях, он не забывает какие-то забавные детали упомянуть. Вот этот вот памятник, мы все знаем, что это памятник Виктору Эммануэлу, римляне по-доброму зовут пишущей машинкой. Иначе как монструозным чаще всего не величают. Это шедевр величественной архитектуры, который представляет собой ни храм, ни музей, ничего. Это памятник, памятник национальному герою, объединителю Италии. Конечно, он так доминирует над Римом, и нам его тоже немедленно, как только мы его увидели, тут же назвали пишущей машинкой. Соответственно, дальше мы можем видеть в Риме громадное количество транспорта, громадное количество пешеходов. Посмотрите, они все очень по-разному нарисованы, они все очень любопытно поданы. Описываются памятники, не просто перечисленные основные реликвии и самые главные узнаваемые символы города. Сказано, чем они интересны, сопоставлены. Тут тебе и пантеон, тут тебе и колизей. И, конечно, все это подано очень легко. Текста, как вы видите, совсем немного, а иллюстрации, они очень объемные и очень, я бы сказал, такие прям панорамные. То есть, глаз художника устроен ведь особым образом, он обязательно должен показать и очень большое, и очень маленькое. Все это рассказано с огромным юмором. Юмор Шашика воплощен не в каких-то гэгах или нарочитых шутках, которые он придумывает, а просто в том, как он это изображает. Это так по-доброму, и это так смешно одновременно. Очень, конечно, колоритно. Римляне в его изложении, как и колоритно парижане, как и колоритно лондонцы, на которых тоже шла речь. И, в общем, их не спутаешь друг с другом. Они и нарисованы по-разному, и показывают свои лучшие стороны ребенку в каждом городе по-своему. И вот, рассказывая об истории, об архитектуре, опять же, о том, каков рим официальный, с Ватиканом, с Капитолием, с Колизеем, Шашик не забывает о том, что он пишет для детей. И для детей там есть рассказ о знаменитом римском зоопарке, а также о колоссальных, невероятной красоты римских парках и садах. Это как раз то место, где ребенку будет интересно. И изображен там и продавец воздушных шариков, и изображен там и торговец мороженым, и изображена там и смешная собачка. Все как положено, все нормально. В целом, конечно, сказано о Риме, возможно, не так много. Но поверьте мне, когда ты долистываешь эту книгу, «У тебя такое свежее впечатление, как будто ты только что вернулся из поездки по Риму». Я все-таки Рим, хоть и два раза мельком, но видел в своей жизни. Я могу сказать с уверенностью, что эта книга образ города передает. Передает какое-то то особое обаяние, которое не ухватишь даже сверхсовременным навороченным объективом фотоаппарата цифрового. Передает именно саму суть места, о котором пишет Шашек. И делает это очень весело, очень ненавязчиво, очень, я бы сказал, задорно. То есть книга такая она добрая, веселая. В конце книги есть забавнейший, коротенький такой разделчик. Называется «Этот Рим сегодня». И там внесены поправки. Например, вы могли видеть, я листал книгу изображения рыбаков, которые ловят рыбу на берегу Тибра. Вот там среди поправочек сказано, что, увы, рыбу сейчас в Тибре практически никто не ловит, потому что река сильно загрязнена. И так далее. То есть немножко откорректировано. За исключением этих трех или четырех мест, которые требуют уточнения, книга абсолютно свежа. Вот не стареет. И в этом тоже четкий признак того, что Мирослав Шашек сумел что-то очень важное сказать своими образами, своими рисунками, стилизованными, абсолютно, скажем так, не тяготеющими к нарочитому реализму. Ведь в книжке все должно быть похоже, все должно быть серьезно. Вот с этой своей заскорозовой серьезностью, с этой своей типовой похожестью взрослые окончательно приведут детскую литературу к гибели, если не будет таких талантов, как Шашек. Потому что когда-то он впервые сделал то, что сейчас мы видим практически в каждой второй книжке. Передачу не внешнего вида, а сути. не облика, а сущности, духа, обаяния того города, который он видит, который он любит, который он рисует для детей. Вот такой вот этот рим Мирослава Шашека. Спасибо за внимание. Спасибо.